В Свердловской области продолжается уникальная акция «Марш Знамени Победы». Точную копию легендарного стяга, водруженного в мае 1945 года над Рейхстагом, везут по городам региона. Артемовские ветераны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла смогли в Ирбите лично увидеть великий символ разгрома немецко-фашистских захватчиков. В город, славящийся своими мотоциклетными традициями, знамя не могло прибыть на ином транспорте. В главном городе Восточного управленческого округа Свердловской области собрались делегации из окрестных муниципалитетов. Такое важное событие, как прибытие Знамени Победы, собрало не только ветеранов, но и много подростков и молодежи из различных военно-патриотических клубов. Привлекло внимание широкой общественности. Знамя Победы стало тем связующим звеном, которое объединило поколения и людей, вне зависимости от их социальной и политической позиции. А гимн Российской Федерации, ставший прямым наследником того гимна, с которым сражались и побеждали наши солдаты на полях Второй мировой, лишь подтверждает, что только вместе можно одолеть любого грозного врага. Слава благодарности в адрес тех, кто рисковал своей жизнью ради мира не только на нашей земле, освобождая от фашистского ига сопредельное государство, сражался на Западе и Востоке, поднимал из руин собственную родину. Это то, что выражает наше уважение и глубокую признательность ветеранам всех категорий. Мы, молодое поколение после Великого Отечества, дети войны, благодарны живущим сегодня среди нас участникам и тружникам, которые ковали победу. Миллионам человеческих жизней, которые сложили на полях сражений, скончались от голода, холода, рат. Благодарны, что после Великого Отечества было восстановлено народное хозяйство и благодарны за то, что уже 70 лет мы живем под чисто голубым небом. Сейчас наша страна находится в непростом международном положении и тем важнее сплотиться против возможных внешних и внутренних угроз. Вспомнить о том, что в армии, которая победила коричневую чуму, были представители практически всех национальностей нашей Родины. Не забывать то, и какой ценой остановил фашистскую военную и пропагандистскую машину. Сегодня в Европе и США идет пересмотр истории, главная цель которой – исходить, изменить и унизить, применить роль России в Великой Отечественной войне. Но им это не удастся. Россия и ее народ всегда помнили своих героев, свою Родину и гордились им. Важную роль в формировании верного восприятия причин и итогов Великой Отечественной войны подрастающим поколением играет патриотическое воспитание. И очень приятно, что на территории Артемовского городского округа этим занимаются не только педагоги и ветеранские организации, но и люди, исполнявшие свой интернациональный долг в более поздних конфликтах, участвовавшие во внутренних вооруженных столкновениях, служившие уже в российской армии. Их слова более понятны школьникам, ведь это их отцы и братья, соседи и земляки. Я уверен, что вот там молодежь, которая сидит в этом зале, глядя на наши замечательные убеденные сетями ветеранов с медалями, еще раз поймут, каким все-таки мы дорожим нашим российским духом. И я уверен, что вы никогда не дадите, чтобы на нашей земле была снова война, была боль, чтобы никогда больше не ступала вражеская нога на нашу землю. Фотография со знаменем Победы станет для артемовских ветеранов хорошим напоминанием о том, что их подвиг не забыт. Потомки чтут память погибших и стараются, чтобы она не канула в лету. Наша с вами задача сделать так, чтобы в дни празднования юбилея Великой Победы они были окружены заботой и любовью, не ощущали себя оставленными один на один с их проблемами. Артемовцы любят и умеют делать красочные праздники. Однако и в самый обычный день нужно не забывать, что рядом с нами живут те, кто сделал так, чтобы этот день был мирным. Как для Артемовского городского округа, как для жителей Восточного управленческого округа, так и для всей страны это знаменательное событие. И многочисленная делегация, я думаю, что самая большая, более 30 человек из Артемовского городского округа принимает участие. Наши ветераны проникнуты уважением к победителям Великой Отечественной войны и все дружно откликнулись принять участие. Эта фотография у знамени Победы будет размещена в музее Артемовского городского округа и будет вручена каждому делегату, кто был сфотографирован у почетного знамени Победы. И пускай это копия знамени Великой Победы. Те эмоции, которые оно вызывает у уральцев, которыми за время своего путешествия оно буквально пропитано, делают его самым настоящим народным, символом непобедимости нашего народа, его единства и мужества. Смерть и младрость вежлив встреч на свете трудный час, огонь придется землю влечь, так это аж только раз. Но пусть и смерть во мне в дыну бойца не устрашить, и что положено, кому пусть каждый вид совершит.